Ради чего стоит жертвовать? Я видел, как люди часами работают сверх нормы, чтобы купить себе обувь известного бренда. Супружеские пары работают годами и жертвуют различными удовольствиями для того, чтобы купить себе дом. Родители часто жертвуют собственными мечтами, чтобы сделать вклад в будущее своих детей. Другие годами учатся, тратя минимум на проживание для того, чтобы получить образование. Мы жертвуем, потому что ценим то, ради чего мы это делаем. Ради новой обуви, дома, счастливых детей, образования, которое откроет двери в будущее и так далее. Мы жертвуем ради того, что нам особо дорого. Давайте немного поразмышляем. Есть группа людей в тропических джунглях. Среди диких племен это племя самое опасное. Они убивают друг друга ради мести, и о них складывается много легенд. Если они продолжат убивать друг друга, то, скорее всего, они исчезнут. Если бы Иисус спросил нас, стоит ли ради них жертвовать своей жизнью, что для Иисуса достойно жертв? Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, мы редко думаем о жертве. Мы радуемся тому, что получаем. И действительно, получаем многое. Новое общение с Отцом Иисуса, нашего Спасителя, Духа Святого, живущего в нас, внутренний мир, силу для жизни, силу не грешить, отсутствие позора, новую идентичность. Как сыны и дочери Бога, прощение грехов, свободу от вины, отсутствие страха, победу над смертью, обетование нашего изменения в образ Христа, вечную жизнь, власть над дьяволом. Так много то, что апостол Павел называет богатством нашего славного наследства. Иногда мы удивляемся, когда узнаем, что для того, чтобы следовать за Иисусом, надо заплатить цену. Мы ожидаем, что присутствие Иисуса в нашей жизни принесет нам полноту и мир, но Иисус говорит истину. Его слова в 10 главе Матвея тверды, но и верны. Он говорит истину в любви. Какова цена следованию за Христом? Послушайте Иисуса, стих 34. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести. Но меч, это утверждение, это причина Его пришествия, должна шокировать нас. Слова «Я не пришел» повторяются три раза в этих стихах. Меч — это символ. Помните, Иисус запрещал использовать настоящие мечи для Его защиты в Гефсиманском саду. Здесь меч символизирует необратимое разделение тех, кто верит в Христа, и тех, кто не верит. Меч появляется там, где ждут мира. Разве Иисус не князь мира? В 9 главе Исаии? Разве Его пришествие не было наступлением мира на земле? Разве ученикам не было сказано входить и благословлять дома миром? Разве Иисус не говорил «блаженные миротворцы»? Почему не мир, но меч? По словам Иисуса, Его путь мира спровоцирует конфликт для Иисуса и последователей. Он принесет распри и разделение. Он будет линией разделения между Его учениками и остальным миром. Интересно, как общие разговоры о Боге и полезных ценностях с людьми других убеждений не разделяют, но сразу, как мы упоминаем Иисуса, все меняются. «Следование за Иисусом разделяет, как Его последователи, мы принимаем Его мир с радостью посреди сопротивления». Иоанн сказал в Иоанне 16, стихе 33, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будет иметь скорбь, но мужаетесь, я победил мир». Позже Петр, ученика Иисуса, пишет церкви в Малой Азии, 1 Петра, 4 глава, 12 стих, «Возлюбленные, огненно искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Когда этот недостаток мира станет очевидным. Иисус продолжает в Матвее 10, стих 35, «Ибо Я пришел разделить человека с отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человеку домашние Его». Это больно. Придет разделение. Боль придет не только от противостояния посторонних, но даже от ближайших членов семьи. Верность Иисусу и Его миссии иногда напрягает и прекращает общение между семьями. Иисус прошел через это даже в Своей собственной семье. В 3 главе Марка, сразу после того, как Иисус призвал 12 учеников к Себе и назначил их быть апостолами, толпы собрались вокруг Него в Капернауме. Но не только толпы. Но и Его семья пришла, чтобы забрать Его. Марк 3, стих 21. «И услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя». Они пришли забрать Его потому, что подумали, что Он сходит с ума. До того, как Его братья и сестры осознали Его истинную идентичность, они не верили в Него. Это было не просто для Иисуса. Это было трудно для последователей. Иудеи первого века очень сильно ценили семью. Даже настолько, что привязанность к семье часто затмевала посвященность к Богу. В этих страхах Иисус говорит ученикам, что даже в их семьях будет небезопасно. Следование за Иисусом часто проверяется дома. Почему Иисус говорит эти слова? Потому что Он знает, что произойдет, и Он должен подготовить Своих учеников к грядущим испытаниям. То, что описывает Иисус в этих стихах, можно увидеть в истории Его последователей, во всей истории Церкви. Особенно это заметно в культурах, где верность Иисусу одного человека приносит стыд всей семье. Мы видим это там, где властвуют другие мировые религии. Мы также видим это в тоталитарных режимах, где вера в Иисуса угрожает семье. Даже в либеральном Западе от последователей Иисуса отказывались семьи. Престыживание происходит по-разному. В Северной Африке новообращенных отстраняют их мусульманские семьи и общество. Они считаются мертвыми. В Таиланде новообращенные не испытывают как таковых гонений. Но буддийские сельчане обходят их ларьки стороной. В Северной Америке над новообращенными насмехаются. Иногда их не приглашают на вечеринки. Иногда их не приглашают на семейные сборы. Их исключают, потому что Иисуса отвергают. Как Иисус сказал ранее в этой проповеди, «Матвей 10, предаст же брат брата насмерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Эта реальность показывает, почему единство, любовь и верность церкви настолько важны. Об этом говорится в стихах 40 и 42 этой главы. Но здесь Иисус не смягчает свое послание. Кроме того, Он улыбается. Стих 37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». «Недостоин меня» означает, не имеет необходимости, чтобы следовать за мной. Ты либо принимаешь Иисуса, либо отвергаешь Его. Середины? Нет. Иисус просит полного посвящения. «Следование за Иисусом требует наивысшей преданности». Иисус говорит ученикам любить жен, семьи, друзей и даже врагов. Но они должны любить Иисуса более всех остальных. Это повторение того, о чем Иисус учит в Нагорной проповеди. «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Матвей 6, стих 33. «Жены и мужья должны быть почитаемы, и родители тоже, но Иисус должен иметь наивысшее почтение». Центральная мысль этого послания в том, что любовь Бога и Его Царства должна быть выше любых человеческих отношений. И когда эта верность начинает усложнять семейные отношения, мы должны оставаться быть верными Иисусу. И если наша верность Иисусу приносит ссоры и разделение в нашу жизнь, зачем полностью отдавать себя Иисусу? Потому что Иисус благ. Он верен в любви. Верен, праведен, свят, справедлив. Он всесилен, все знает и вездесущий. Он пребывает в нас, своим духом. У Него мудрость, развлечение и совет. Он пастырь, спаситель, Господь, ведущий. Только у Него слова жизни. Вот почему. Почему нам не посвятиться Ему? Иисус объясняет, почему мы можем не посвятиться в последующих стихах. Стих 38. «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Что означает взять свой крест? Это не значит справляться со сложностями жизни. Иногда мы говорим о сложных браках или отношениях на работе, как о нашем кресте. Иногда мы говорим о болезни или финансовом страхе, как о кресте, который надо нести. Иисус не об этом говорит в этом стихе. Крест — это метафора шока. Ты сразу думаешь о позоре и боли. Это была самая жестокая форма казни, которая также несла стигму социального позора. «Если члены твоей семьи распяли, это наивысший стыд. Это позор вселенского масштаба». В тот момент Иисус перед каждым учеником показывает, что его может ожидать. Страшная смерть и позор. Взять свой крест означает умереть для своей воли, несмотря на цену. Ученик отказывается от всех прав на тихую жизнь, само устремление. В этом смысле каждый ученик Иисуса несет свой крест. «Мы все призваны к смерти». Дидрих Бонхофер очень точно написал, когда Христос призывает человека, Он призывает его умереть. Ранее я попросил вас представить группу людей в тропических джунглях на грани вымирания. Если Иисус попросил нас посмотреть на них со своим состраданием, как на овец без пастыря, людей беспомощных и в опасности, мы бы были готовы пожертвовать. Джим Элиот, Нейт Сейнт, Пит Флеминг, Эт Макколи, Роджер Юдериан считали, что их ответственность в Боге нести Евангелие таким людям, племя Ваарани на Амазонке в Эквадоре. Инки называли их «аука» — «голые дикари». Зачем Ваарани жили копьями? Кроме того, они были известны своими мстительными межплеменными боями на копьях. Углубленные генеалогические исследования показали, что шесть из десяти смертей в племени Ваарани были следствием убийства. Они верили, что если кто-то заходил на их территорию, таких надо убивать. У них не было метода решения конфликтов, никакого понятия отвержения себя ради блага группы. Дети вырастали веря, что либо они убьют копьем, либо их убьют копьем. Нужно ли было оставить их, чтобы они поубивали друг друга? В Эквадоре Ваарани считались самыми низшими из низших. Пятеро североамериканских миссионеров решили поехать и посмотреть. Увидев, они получили от Иисуса сострадание. Они начинали обмениваться дарами с Ваарани. Когда они поверили, что было возможно мирно, лицом к лицу общаться, они решили, что не будут атаковать Ваарани, даже если их атакуют, потому что они были готовы к небесам, а Ваарани нет. На берегу реки, глубоко в джунглях Амазонки, Ваарани закололи всех пятерых 5 января 1956 года. Они оставили пять вдов и их маленьких детей. Стоило ли это делать? Следование за Иисусом требует смерти своей плоти. Какое непопулярное послание. Следование за Иисусом требует смерти своим интересам и полного почтения воли Бога. Это цена. Для чего Иисусу говорить нечто настолько сложное? Потому что любое другое представление Евангелия это сложное Евангелие. Это мертвое Евангелие ведущее к смерти. Единственный путь к жизни через нашу смерть Иисус достоин жертв. Поэтому в 39 стихе Иисус говорит «Сберегшие душу свою потеряют ее, а потерявшие душу свою ради меня сбережет ее». Парадокс удивителен. Те, кто потеряет жизнь через самоотречение или самомученичество, найдет ее в новой жизни. Те, кто сохранит свою жизнь сейчас, живя для себя и отказываясь отдаваться Иисусу, потеряют ее в будущем. Это наиважнейшие слова, которые вы когда-либо услышите. Почему? Ваша вечная судьба зависит от вашего принятия или отвержения их. Мы умираем для себя, чтобы найти жизнь, которую мы не потеряем истинную жизнь в Иисусе. Дитрих Бонхеффер написал следующее. «Такая благодать, дорога, потому что она стоит человеку его жизни, и она является благодатью, потому что она дает человеку единственную настоящую жизнь». Пятеро североамериканских миссионеров оставили пять вдов и маленьких детей. Через несколько месяцев с Элизабет Элиот и Рэйчел Сейнт связались несколько женщин племен в Ааране, которые попросили их переехать и жить в их племени в джунглях. Что им делать? Их тоже заколоть? Муж Элизабет Джим Элиот написал известные слова. «Не глупец тот, кто отдает то, что он не может сохранить ради того, чтобы приобрести то, чего он не может потерять». Женщины поехали. Через несколько месяцев в Ааране принесли послание Иисусу. Слова князя мира. И через несколько месяцев один антрополог заметил, поколение мстительных убийств удивительным образом закончилось. Минкай, один из мужчин, заколовших пятерых миссионеров, позже прокомментировал, «Мы повели себя плохо, плохо, пока нам не принесли Божьи скрижали. Теперь мы ходим его тропой, ходя путем Иисуса, они покончили с убийством. Почему? Потому что тропа Христа привела их к Христу. И вот величайшее свидетельство их изменений, Тунай, миссионер в Ааране, отдал свою жизнь за Евангелие в 1970 году, через 14 лет. Вместо закалывания он дал себя заколоть ради Иисуса. Он просто шел путем первых учеников Иисуса. Первые ученики оставили семью, дом и работу, чтобы следовать за Иисусом. Их отвергли свои люди, они жертвовали ради любви к Иисусу и его церкви. Многие из них стали мучениками ради приобретения для царствия своего поколения. И такова история церкви уже 2000 лет. И эта реальность выделяет важность следующих стихов. Стих 40, 10 главы. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду. И кто принимает проповедника, во имя проповедника, получит награду проповедника. И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Иисус повторяет, что Его ученики несут Его власть, Его силу и Евангелие. Но кто несет Его власть, также разделяет Его страдания и часто нуждается в заботе. Те, кто принимает последователей Иисуса, принимает Иисуса и Его Отца. Джеремиас написал сам Бог входит в дома с посланниками Христа. Отличное утверждение. Принимать означает предлагать еду и место отдыха, теплый огонь, объятия ученикам Иисуса. Таким образом, получая вознаграждение, которое Бог имеет для своих учеников, это вечная жизнь. Некоторые дают три определения порядку известности. Пророки, потом праведники, а потом малые сии. Скорее всего, это неправильное понимание, потому что великих нет среди учеников Иисуса. Помните разговор Иисуса с матерью Якова Иоанна? Она желала важные посты для своих детей в Небесном Царстве. А Иисус сказал, «Хочешь быть первым, будь рабом». Пророки — это просто те, кто говорят Божье Слово. Все посланы Иисусом, Его Словом пророки. Праведник — это общий термин для человека, в котором есть праведность Царствия благодаря послушанию Иисуса. Все ученики Иисуса — праведники, и все ученики Иисуса — малые сии. Малые сии — это преследуемые и ненавидимые свидетелями 10 главы, включая всех пророков, праведных мужчин и женщин, которые жертвовали ради Царствия. Иисус говорит в стихе 42, «И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Дать чашу холодной воды — это минимум, что можно предложить самым малым их учеников Иисуса, просто потому, что этим людям-ученикам будет награда, и эти награды вечные. Они никогда не пропадут. Следование за Иисусом сопровождается наградами, которые невозможно потерять. Мы видим примеры этого гостеприимства в Новом Завете. Иоанн, ученик Иисуса, который хотел особое место в Царстве Иисуса, позже написал Гаию, 3 Иоанна, возлюбленный, ты, как верный, поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед Церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно быть ради Бога. Гаи принимал малых сих Иисуса. Пять североамериканских жен, оставшиеся без мужей, они были малые сии. Малые дети остались без отцов. Они были малые сии. О них позаботилась церковная семья в Северной Америке. Пять жен также продолжали быть семьей их новым братьям и сестрам племени Ваарани. Через несколько лет Минкай Ваадани, который заколол и убил Джима Элиота, посетил Соединенные Штаты. Он заметил несколько моментов. Первое, он сказал, что североамериканцы очень гостеприимны. Ты подъезжаешь к их окну, а они тебе дают горячую еду. Второе, он сказал, что североамериканцы ожиревшие, потому что им не надо ходить. Тропа движется сама. Он говорил об экскалаторах в аэропорте. быть семьей друг для друга может быть очень увлекательным. Через несколько лет Стефания Сейнт, дочь Нейта Сейнт, одного из пяти убитых, заканчивала школу в США. Она хотела, чтобы ее крестили люди, важные для ее духовного путешествия. Она решила быть крещенной в реке, в том месте, где ее отец был заколот. Ее мать была там. С ней в воде стояли мужчины, заколовшие ее отца, когда она была маленькой. В Ааране последователи тропы Иисуса были ее возлюбленной семьей. Мы призваны быть семьей. Я наблюдал, как о малых сих прекрасно заботятся в Веллингдоне, о новых переселенцах в Канаде заботятся группы ILM, о тех, кто в больнице, заботятся группы LIFE, служениями заботы, и всем занимаются его служители. Именно в момент нужды мы узнаем, как хорошо, когда о тебе заботится церковная семья. В Новом году мы посвятим несколько проповедей значению семьи. Следование за Иисусом требует от нас быть семьей. Эти стихи сказаны твердыми словами, но и истинными. Иисус говорит истину в любви. Его учеников могут отвергнуть из-за Него. Если Его последователи не умрут для себя, они не смогут следовать за Ним. Сокровище, которое дает Он, стоит больше, чем все богатства мира. Полнота жизни, присутствие Его Духа, вечная жизнь, церковная семья, награды, которые не потерять, ради Иисуса стоит жертвовать.